Добрый день. Начинаем очередную тренировку. Можете поздороваться. Андрей и Юра. Здравствуйте. Первая задача. Сегодня тема «Ответьте на вопрос». Достаточно забавная тема, конечно. Предлагаю со стороны черных развернуть доску. Вопрос первой задачи «Есть ли у черных спасение или пора сдаваться?» Отвечать на вопросы можно произвольным образом, но главное проводить вариант. Потому что если говоришь «Есть или нет», то угадать можно. «Есть спасение. Ладья Ж2, фельд Ж2, фельд Ж2, король Ж2, ладья Ф8. Сделайте ход. Гражу А2 и ладья Ф6. Да, то есть это мёртвая связка, от неё спастись нельзя. Хорошо. Теперь решаем следующую. Наверное, была задача на разогрев. Удача номер 2. Чёрная? Белая. Куда отступаем слону? Вопрос. Вопрос. Ну, я знаю, я бы отступил на 6-7 и сделал бы ничью. Ну, это понятно. А куда надо? Надо на F6. Слон F6, GF, ладья А, D1, потом ладья Д3, ладья Ж3. Ну, в твоём стиле. Видео идеи, реализации нет. Теперь подумай, что будет новый дед Д3. delsмортизм. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Окей, слон Ф6, ЖФ, Ф4. Да, это правильное решение. Потому что после ЖФ, Ф4 нет защиты от водя Ф3, водя Ж3. То есть, например, водя Д8, а какой точно ход здесь? Ф6. Ф6. Ну, то есть, и черный, допустим, окроет любой ход, Д5, водя Ф3. Теперь разница. В этом варианте и водя Д1. Как черные тут могли защититься? Не знаю, что типа Ф5, Ф4. Ну, то есть, мы хотим водя Д3, водя Ж3. Черный как защищается от этой маневры? Д5, слон Д6. Тогда белый наш Т3 сохранит. Водя Д8, водя Ф6, Д5. Водя Ж3. Водя Д3, слон Ф8. А не отходом водя Ж3, заперзет Ж3. Вот и все. Вся разница. Ничего себе. Чисто надо это считать, на самом деле. А не интуитивно. Воспринимать. Окей. Со стороны черных. Сдача. Вопрос. Что важнее, материальный перевес белых или позиционный перевес черных? Второе. Отлично. Ну, естественно, пешка на 3. Мои 3, да. Сигна. Ну, естественно. Продолжение следует... 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 А если конь Е8 и ферзь бьёты 7? Ну, тут они ставят. Ну, с ферзь G7... Король G8, конь F6, король G7 и ферзь бьёты 7. И как бы два коня нормально. Наверно. Потому что чёрные не могут нормально отойти. Но это не единственный вариант, который надо посчитать, когда идёшь на эту позицию. Например, здесь чёрные могут сыграть. Конь G4. Ну, на объём на Е8. Ну, чёрный, допустим, отступает. Конь H6. Слон от пика по ней. Слон от 3, войдёт в 8. Слон от пика по ней. Слон от 3, войдёт в 8. Слон Е5. Слон Е5. Да, слон Е5. Я просто... Нет, ферзь попался неожиданно. Сейчас мне отойти надо. Отходи. Конь G4. В партии последовало, войдя Е6. Что делаем дальше? Конь H6. Да, конь H6. Конь H6. Накружу лишь 8. Конь F7. Ладья Е6. Лишняя пешка. Нормально вроде. Конь H6. ЖАЖ. Слон F6. Войдя F6. Войдя F6. Войдя Е7. По-моему, это играбельно за чёрных. Понятно, что дело шло не хуже, но это ещё не поражение. Окей, что если я сразу ударю на Е6? Ладья Е6. Е5. Конь F6. ЖАЖ. Ферзь Ф6. У нас слон G7. Ферзь Е6. Конь F6. ЖАЖ. Ферзь Ф6. То есть, ты хочешь дать шаг. Давай посмотрим. Ну типа у нас Ланджи 7, ферзь Е6, ферзь Е7, конь D6. То есть Ланджи 7, ферзь Е6. Ланджи 7, ферзь Е6. Дальше. Угу. 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 Нет, Ланджи 7. Угу. 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 да и тут конь d6 нет хода сон у нас подвисать нет уж на ней так делаем вывод можно что-то другой в этой позиции поисковой но без качества всего лишь только не ферсов 6 ну понятно что же в коне в 6 и все хорошо наш 5 слаги и 5 сон е5 аж ножи ну ладно фон е5 какой он же то есть понятное дело сейчас что же в конь d7 будет в д5 с идеей на отступление свона собрать бы 5 ну тут конь е3 можно возможно конь е3 ударю на е6 или что еще лучше ударю водя бьет е5 вот 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 королев 8 много пешек мало пешек а Субтитры сделал DimaTorzok 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 нет не пойдет потому что наверно высокоролев один ничья не Продолжение следует... 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 Ну да... Продолжение следует... 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 Я решил, слон b5, слон b5, c6, слон a6, b, a и ферзь е2. Да, эта задача почему-то простая по сравнению с некоторыми предыдущими. Ну, в Блиц, наверное, ты сыграл бы 0-0 спокойно. То есть, ферзь c7 последовало, но после этого... Ферзь c6, ладья под ферзь c7. Без ферзя черна остается. Следующая задача. Намного сложнее. Вопрос состоит такой. Ничего себе. Кому предстоит спасаться? Мы опять такой рисовали где-то. Совсем недавно вот. А чей ход вообще? Ход белых. А, ну да, я бы сказал. Я думаю, что белым нужно на ничьё играть. Шокей под c6, ладья b6, b8. Бон g2. Бон g2. Не. Шкей под c6, b8, ладья b8, c7, король c8, cb, король b8 и сон g2. Ничья. Ничьё нашли, это хорошо. Больше, может, что-то есть. Что, это ещё что-то можно вышло? Ну, не знаю. Мало ли, может... Ничья это панацея. Я не знаю. Может, выигрыш есть. Правда, непонятно, за кого, за чёрных я забьём. А, я понял. Нужен, короче, цухсфан. Смотрите, нужна c6, ладья b6, слон c4, g3, слон f1. И там, типа, слоном туда-сюда походить. Ой, не, не так что-то. Чё-то не поставишь. А, вот. Слона на h3 поставить, когда пешки на f5 не будет. Вот, если там, допустим, f5, слон h3, f4 и b8. Какой слон h3? Почему чёрные g3 будут ходить, неожиданно? Что, они будут ходить в g3? Это ж плохо. Нельзя. Ну, окей. c6, ладья b6, слон c4, f6, да? f6, слон е6. А, и потом будет b8. То есть, g3, приходится ходить, делая выбор. g3, слон f1. f6, слон g2. f5, слон h3, f4, b8. Вот, как ещё ходить? Давай подумаем. Ну, c6 напрашиваю сейчас, да? Или b6, слон c4. То есть, мы сделали вывод, что надо ходить g3. Да, нет, слон c4, а слон g2. Нет, он слон c4 говорил. Потому что сейчас, если f6, то слон возвращается обратно. Слон е6, угрожает b8, c7. То есть, g3, g3, слон f1. Теперь надо попробовать за чёрных сделать ход. То есть, допустим, f5. Слон h3. Слон h3. f4. f4, b8. b8, всё. А, на f4 слон е6. А чем тебе в b8 хоть не нравится? Ну ладно, b8 нравится. Ой, я нашёл идею. Я нашёл идею, я нашёл. Какую? Типа, бежит слон h6 сыграть. Нормально. Ну, типа, на f5 слон h6. А если тут f6, то ты, я так понимаю, темп будешь выиграться. Граешь с лон g2. Ну да. А то есть, мы делаем вывод, что позиция чёрных проиграна. Партии, правда, по-другому белые сыграли. А именно с лон c4. Да, то есть, в лон c4, g3. И сразу был ося. А, типа, типа, лон a6 и король c6. Или у с лон a6? Лон a6 и король c6. Король c6. То есть, правильный ответ, позиция выиграна. Теперь дополнительный вопрос. То есть, партии сыграли f2 и проиграли. Как мы поняли. Уже теперь со стороны чёрных. Как надо было играть вместо f2. И как бы закончилась партия. Да можно сыграть вадя b5, а это ничья. Вадя b5. То есть, если белые играют c6, то вадя бьёт d5, и чёрные бои играли. Вадя d5 и король c7. Поэтому белые должны отступить с лоном. С лон e4. Ну, а тут вадя b2 обратно, чтобы вадя в два шаг сыграть. Вадя b2. То есть, сейчас, если белые сыграют с лон d3, то вадя бьёт b7 будет. Ну да. Чтобы защититься от шага, надо возвращаться с лоном d5. И вадя b5. Ну, вадя b5. Это позиционная ничья. Вот так вот чёрные могли сделать ничью. Но они не поняли угрозу. Так. Со стороны белых. Как наиболее точно реализовать перевес белых. Вопрос звучит в следующем. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Ну а если у ладья d4 сыграет? У ладья d4. То есть ты сыграл сейчас силу лека, который играл черными, а этот ход проиграл бы. Теперь давайте подумаем почему. Типа код c5 поиграет? Нет, это не самое страшное, потому что она конь c5. Войдя d5. Войдя d5, войдя e5. Там еще более сильной ход есть. Типа код c5 тоже выглядит неприятно. Ай, Плаш, у него конь c5 нужно сначала король d7 сыграть, а потом же ладья d4. Так вот можно. Король d7. И что ты будешь делать после короля g6? Тоже ладья d4. Войдя d4 не создает угрозу, билет дальше. Сыграет f5, f6. Но на f5 я конь c4 сыграю. Отступлю ладью, и ты возьмешь на d6. Очень похоже на ничью, но это не точно. Здесь есть более... В общем, путь, который ведет к точной ничьи. Теоретической. О, я помню, нужно коня за две пешки отдать. Да, да, как. Ну, значит, код c4, ладья d3. Коин d6, коин d6, ладья d4. А на войдя d6. Ну, король c7. Король c7, войдя е6. А за же король есен тогда. Король есен, да. Просто войдя отступает и бьет конь. А если конь d6, то да, войдя... Войдя f4. А войдя f4, и все. Это теоретическая ничья. Дерево на этом. Мы поняли, как сделать ничью. Теорет надо понять, почему войдя d4 проехал. Ну, конь c5. Хороший флот. Конь c5 хороший, но есть еще лучше. Конь f6, койн f6, ладья d6, ладья е8, король c7, ладья е2. Да, и войдя е2 просто угрожает конь е8, и угрожает войдя b2. И нельзя защититься от обеих угроз. Смогут ли белые добиться ничьи? Так, я немного пропустил, что в этой позиции надо делать? Смогут ли белые добиться ничьих вопросов? Ох, да. Ох, да. Ох, да. Ох, да. Ох, да. Ой, я нашёл что-то похожее. Именно. Сейчас, мне не нравится. Сейчас, я дочитану со Д4, конь Д4, конь Е5, конь Ф3, конь Ф3, Б1 ферзь, ладя Б1, конь Б1, конь Ж5. Конь Ж5. Ну и дальше, да, просто либо конь бьёт на Е6 и Д8 ферзь, либо Д8 ферзь, конь Ф7, мы отыгрываем ладью. Ну, в принципе, вариант он форсирован, потому что нигде нельзя отклониться. То есть тут просто конь Ф3 единственный ход, если ладя Ф8, то конь Ф7 и Д8 ферзь. То есть единственный момент, где можно ошибиться, это вот этот. Именно конь Ж5 чёткий ход, потому что конь Е5 плохо. Потому что король приходит за пешкой А6. А конь Ж5 такая коробочка создаётся. Лепешка Е5 через несколько ходов падает, потому что король не может нормально подойти к ней. Я надеюсь, следующую задачу не начнёт. Следующая задача. За белую задачу оценить ход Ф5. Оцени explains. Лепешка Е5 через 10 лет. Продолжение следует. Тем самим. Полейство в этой базе. Продолжение следует... 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 Вот представьте, что у вас король не на f6, а на f8. Как вы в этой позиции сыграли бы? g5 слон f6 С какой идеей? На король е6 куда слон пойдет? На b2 Ну, по этой диагонали. То есть просто по этой диагонали слон должен стоять. Слон е1 Поэтому надо было играть слон е1. С какой идеей? Ей привести его на этот диагональ. Ну, еще и пешку на f4 забрать. Например, вадятся 6. Король f7 Король f7, король е5. Вражает вадятся 7, что делать? Он 5 Допустим, вадятся 6, король f6, король g7. Король е6, и что тут делаем? Слон с 3. Слон с 3, да. Получается, черные стоят в крепости. Объяснять суть крепости, надеюсь, уже не надо. Просто слон ходит по диагонали. А2 h8. А1 h8. Ну, крамник, чемпион мира на тот момент, почему-то сыграл по-другому. Сыграл слон g3. И это проигрывал. Давайте забил. Шах, король е5. Перевернем. То есть, шах, очевидный ход. Король отступил на g7, король е5. То есть, сейчас угрожает попросту вадятся 7. Попробовал сыграть h4. Садовый дядятся 7, король h6. И какой точно ход здесь за белых? Ладия 7. Выиграть темп. Ну, вадия 7. Может, только f7 лучше сыграть, чтобы выиграть за темп? Ну, слон h2. Да, то есть, черные думали, что у них крепость, что они сейчас просто ходят. Суга, наш 2 свон g3. И все. Но вадия c2-то да. Вадия c2, король на g7 вернется. c4, ладия. Для c4, то есть, надо защитить сначала пешку, а потом освободить дорогу для короля. То есть, так, так, слон h2. Только сейчас шаг. И король f6. Крамник сдался, потому что, что было бы... Вернее, извиняюсь. Какой король f6? Именно король f6 можно было сразу пойти. Король f7. Король f7. То есть, крамник сдался, потому что у нас в 4, ладия c6, и пешка на g6 падает. Потом падает пешка f, и это легко выигрывается. Вот так вот. Партия доказывающая, что даже лучшие мастера энчпиля иногда делают что-то очень странное. Ну, я уверен, что он знал насчет этой крепости. Но усталость берет свою. Следующая задача звучит вопрос забавным образом. Как белым продолжить атаку на ферзевом фланге? Слон d1. Слон d1. Зачем? Ну, брать княй, слона на a4 перевести. Там же у черных и белые боли остались. Ну, черные сейчас хотят сыграть. Если по черных, они сыграют f4, потом g5, и у них своя игра будет. Спасибо. 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 конь а4 хотим забрать на ц5 и б6 конь б6 конь а4 уже интересно но черный допустим собрать конь 4 если черные пойдут ферзь и все тоже заберешь и заберешь насыпать очка я 4 интересный код ну допустим как от него защититься так он б6 не угроза почему ты меня обманываешь или угроза может последовать понять 4 ф на я 6 оба ферса 8 неясно до конца первое решение здесь мне все ясно очень мощный после чего позиция черных мы видно разваливаются нет ну шо теперь я успею сдуваться по линии б нет 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 Необходимо. Я бы в этой позиции защищал бы f3, а потом все остальное. Окей, конь c5 сразу. Нет, конь c5 сразу слишком оптимистично. То есть ты хочешь ударить пешку c5? Что защищает пешку c5? Пешка. Как можно избавиться от пешки d6? f4, 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 e5. Так и было сыграно в партии. То есть после df, конь c5, fd6, конь b3 и угрожает c5. Посадил е4, c5, f5. И белые. Играют f4. То есть с какой идеей. На коне f6, как было сыграно в партии, ферст d4. Коин d7 и надо было играть слон b5. Потому что после ферст d4, ферст d4, конь c5 следует d6. И конь теряется. В общем, надо было просто тут понять, что чтобы продолжить атаку, мы хотим подорвать пешку d6. И это делаем f4, e5. Конь c5 и наши две пешки слишком мощны. Центрально. Следующий. Следующая задача. За черных. Оценить ход d5. Зачем получается. Tex-пимки. Тласен. Все. Все. Слышен. Тласен. Продолжение следует... 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 Ферзь висит. Точно. А, ну да, точно. На ладь аж 3 сначала, всё-таки. Ладь аж 5, а слон g6, да? Да, что-то у того. И на конь g6. Ну, ферзь аж 5 может. Ферзь g7. А, не, не так, смотрите. Ладь аж 3, аж 5, версик 6. Грозит слон h6, как видите. И на ладь аж 8, что будет? На ладь аж 8 нужно где-то ударить, а потом ударить на g6. Или что-то типа ладь аж 5. Так а если... О, щас. А, не. Кстати, ладь аж 3, чёрные, наверное, не обязаны играть. Аж 5, а если они сыграют ладь ай в c8. О, щас. О, щас. Аж 9. Аж 9. Аж 9. Аж 9. Аж 10. Грозит. Аж 10. Аж 9. Аж 9. 10. Аж 10. Аж 10. Аж 10. Аж 10. Аж 10. а если попробовать по держит 3 держит 3 но то наверно очень медленно наверно конь d3 последует с идеей ферзём потом отступить ну вот это медленно не может работать тут надо очень быстро действовать водяш 3 да водяш 3 интересно по моему что ты посадишь 5 не все ясно Продолжение следует... 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 Позиция требуется, чтобы черные как-то пешку вернули себе. Да, единственная проблема, по-моему, у черных хорошо фигуры стоят, у белых как-то слоны стоят, очень странно. Хочется как-то ударить ладья d4, еда, конь f3, ладья f3, слон c5. А теперь нужно найти нужный порядок вопросов. А нужно сейчас одному отойти, да, вот, я думаю, так. Потом уже все остальное. А, вот, ладья d4, е, d и слон c5. Ну, я не обязан. Нет, сначала слон c5, а потом 1 d4. Солн c5, да. Солн c5. Мбc взял. Еще 1 d4. Конь f3. Персев 3, слон f3, ладья f3. Ну, вообще, когда досчитываете до этой позиции, надо продолжить, вот, вариантов, оценить, потому что тут сколько фигур. Водя f3. С такими слонами туда должно что-то найтись. Ну, как, продолжаем атаку. Конь g4. Конь g4. Отличный ход. Мы зеваем слон f7, но тем не менее... Не зеваю. Там все продумано. Я не зевну. Все продумано. Нет, я просто уверенно пойду конь g4, и белые, которые еще забоятся на всякой ковиде. Что делаем дальше? Ты сейчас спать зевнешь, слышишь? На f8. Ну, ферзь лишь 1. Сейчас, Андрей, такой заберет, у тебя на a1, но видишь, что там ему надо. Ферзь g2. Да, забирай на a1, слышишь, что ты играешь тебе? Упс. Ферзь g2. Я понял. Сейчас на a1 забирай, слышишь? Ферзь г2. Дальше. Как такой нейтрид? И теперь что? Как лационы е8 висячая фигура? Как создать угрозу? Ферзь e4. А, нет, что там конь? Подтянем, да. Конь d5. Конь d5, водя c1, или слон b2. Слон b2, скорее всего, потому что наконец-то слона можно... Ферзь f5. Ферзь f5, двойной удар. То есть угроза ферзь e6 и ферзь c2. То есть белые... Защитились ходом. Кладя a2. И ферзь e6 получили. Получили ферзь e6. Конь e3 падает. Хотя самое забавное в этой задаче, то что... Если бы белые сыграли вместо водя a2, водя c1, у них еще не проигранная позиция. Ну так забираем на e8. Ну d5. Ну то есть ты не можешь забрать на e8, потому что водя a1, это связка. А кому в кайф выбрать такую позицию? И ферзь e6. Ну и находится в ход слона b5. Неожиданно. То есть позиция белых еще не проиграна. Ну тут аж 5 можно. Не, ну понятно дело, что дальше аж 5 следует, но белые постепенно развязываться. То есть это еще не проигранная позиция. То есть это еще не проигранная позиция. Я к этому говорю. Так. Значит еще три задачи я подготовил. Может из них мы не все решаем, потому что время подгоняет. Итак, здесь со стороны черных вопрос, что опаснее? Атака на королевском фланге или контратака на ферзь его? Ну где кого-то там попасть? Обычно так и бывает. Теперь надо это доказать. Задим. Продолжение следует. Подсями. Развучение следует. Продолжение следует... 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 Вадя А6, конь бьет Е3. Вадя А6, конь бьет Е3, конь бьет Е3, конь бьет Е3. Вадя и уйти куда-то, допустим, на F3, на F2. То есть, единственное, что они могут играть, что-то вроде Вадя А2, Вадя Б2. Но черные попросту вспоминают, что у них есть какая-то фигура, которая не играет. Именно фигура у них не играет. Слон С7, поэтому слон Д8. Слон Д8, белые сдались, потому что если они продолжают в таком духе, играют, то просто слон приходит на F2. И все. Как говорится, that's all. Так, что там в следующей задаче? Со стороны белых вопрос звучит, белые без двух пешек, как спасти партию. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...